В общем, я в Уфе, называется, сходила на макияж, просто ходила три года, где-то, даже может быть больше, к одной и той же женщине, она мне всегда делала за 20-30 минут очень хороший макияж, очень все качественно, круто, сервис хороший, сейчас она не работает, и она наняла себе мастеров, которые, собственно говоря, и делают макияж, мне попалась какая-то грубиянка-малолетка, которая грубила, с недовольным лицом уже меня встретила, макияж она делать не умеет, она мне изначально сделала просто какую-то фигню, я ее поправляла, объясняла, как ей нужно делать, нижние я вообще сама себе красила, потому что это просто какое-то сумасшествие, я рассчитывала на 40 минут, я с Черниковки ехала до туда, до центра почти час, там вместо 40 минут мы сидели полтора часа где-то, час двадцать может быть, ну, это ужас какой-то просто, аккаунт я не буду отмечать, потому что я уважительно отношусь к хозяйке, просто написала жалоб. И еще, когда я начала ей высказывать о том, что мне не нравится, она мне говорит, даже блогерам нравится, какие, блядь, какие? По итогу, наш пятничок. Страшно. Страшно, смотрите, это не ночь, это в смысле туча, просто какая-то невероятная. Вот просвет. И вот это все туча. Аккаунт сейчас откуда такой для меня как-как пойдет, а я в Найк хотела. Найк? Сейчас? Да? Хотелось, чтобы я... Слушай, ныряжу, чтобы уже в Найке. Слушай, ныряжу, 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 ныряжу. Слушай, ныряжу, ныряжу. Байден Матвейден Матвейден Байден Байден Мама, мы за себя, все короче хулиган убежден что я сегодня ездил в магазин не просто так или на сегодня поехала в магазин такой отпустите меня до духи купить масло в бане и вообще масло и вообще не интересовало тут не масло надо в бане ела в маке сто процентов тихаря за обе щеки наворачивала биг тейси пока я худею даже говорить не могу не уже щеки в бане я уже на улицу меня ветром вот так сдувает я ел одни овощи фрукты уже вот такие болты просто я приехал настроение не приехал такой масло духи по-любому в мак захотелось жрала жрала или не жрала пишите ну что ребятушки на данный момент мой вес составляет 101 килограмм и я бросил вызов или не рахимовой кто больше скинет килограмм за две недели сегодня я не ел ничего кроме сельдерея каких-то салатов овощей на самом деле был прилив энергии но сейчас идет помутнение рассудка то есть чувствую себя так себе не очень-очень хочется есть ну посмотрим я в крови всегда был победителем и номер один поэтому я должен выиграть или ну я вот рассказывал да что я не курю эти потом меняешься сейчас взял и закурил это изменение в жизни сначала таким потом таким сначала хороший потом плохой вы знаете я удивляюсь всем людям которые пишут там у твоих подружек не такой ремонт твои подружки не так себя ведут у них дома не так красиво ребят это простая жизнь уфимская черняковская душевная жизнь то что вы пишите что там обои какие-то не такие ребят там ремонт идет увели на в доме конкретно и она делает ремонт сейчас там она даже не живет вопрос там сейчас отмечаем день рождения потому что больше негде да если мы берем счет квартиры они заведения и типа не нужно писать что какие-то там не такие и так далее вы кто вообще вы мажоры у меня аудитория там или вы простые люди я просто не понимаю то что вы так стремаете и так далее самое главное запомните это простота и неважно какой ремонт еще что-то тем более ремонт идиот и самое главное человечность а то что вы пишете ну вы пишите хуйню короче ходит и лозит каждый 10 минут спрашивает когда черно приедет когда черно приедет задолбал сань реально место себе не находит смотрит как ты там офигенно отдыхаешь тубая не может простить так ну что ребятки последние три дня у меня началась какая-то черная полоса в жизни просто последние два дня пролежал с температурой 38 5 с каким-то пищевым отравлением вот на второй день вечером ездил в аптеку попал в дтп в легкое ну такое легкое я не виноват меня въехали номер поцарапали там туда-сюда ладно все договорились раскидались дальше вчера выхожу вечером пора ехать уже на волкин сел аккумулятор расковыривались там с тайцами полчаса открыли эту крышку этот аккумулятор вообще плохой невозможно заряжать надо заменять сегодня заменили все все я надеюсь на этом закончите черная полоса очень надеюсь дамы и господа всем доброе утро вчера хорошо погуляли от души сегодня голова тяжелая абсолютно у всех просто вот ждем чтобы все проснулись собирались и поедем на куда война марину да хотим что-то жиденькое покушать куриный суп борщ что-то российскую кухню хочу хочу помпушки сало чеснок красный борщ вот здесь на знаете что обильно за все было шикарно вообще класс круто но то что вот огорчает это то что солнышко не было на протяжении всего того времени даже сегодня пасмурно кто черно жопик так валя ее же разбудила уже чё на основу сна всем доброе утро так я иду холодную ванну закаляемся первый раз в этом году поэтому сейчас посмотрим что из этого выйдет такая вот банка тут всем доброе утро про камень снимаем после холодной воды где или на у нас не заруба по похудению она спит и ест фастфуд по любому ребят сейчас буду нырять в холодную ванную короче после утренней тренировки тут такой еще остатки льда на самом деле как и на моем сердечке очень страшно но я готов хотя бы на несколько секунд линка второй день подряд шурочка кататься на скейте идет по дубаю мол садить какой комбеза не так синя прохладно девочки курочки уже смотрите здесь готовы уже по ресторанам ехать пишет сюда крышу летай бежим за цветами для мамы элли марафон просто вы извините нас пожалуйста спасибо вам большое до свидания спасибо блин девчонки где вам еще такие свидания будут делать конечно суть свидания рассказывать не буду но по сути это море море бушующее это лодка лодка любви тут у нас вот операторы да все запечатлено это же на всю жизнь и вот эти вот слова я люблю тебя вот честно хотелось бы искренне так их прокричать здесь Леша с Афинушкой хорошо проводят время играются занимаются развлекаются вот поэтому все хорошо слава богу ладит понимает друг друга и у меня есть время немножко погулять вот в своей атмосфере обстановке так мне нравится хочется поэтому так вот ну начнем с того что сначала когда он говорил что у него есть ребенок я в принципе отнеслась нормально а почему бы нет ну всякое в жизни бывает вот а потом он как бы сказал то что ребенка у меня нету ну и в принципе так если он конечно есть дай бог ему здоровье поэтому отношусь хорошо с пониманием посмотрите как хулиган похудел просто ничего не осталось у тебя уже ветром уносит мы помним что продолжаем продолжаем ты хочешь сказать что тебе хорошо мне плоховатенько если честно не я отлично себя чувствую на бодром на бодряках так она сейчас будет борьба за иммунитет тигр ведет века участвовать тигран значит что-то будет такое вот что значит когда ты не местный я везла таю поехали на вокзал посмотрим там памятник из веток тот самый страшный орел который очень смешной памятник но мы приехали на площадь вокзала тут оказывается нормальный цивильный а этот памятник о котором я говорю его оказывается перенесли я и не знала просто хотела показать этот нелепый памятник но сейчас поедем на комсомольскую мы все-таки до него добрались как я смотрю памятник из веток он реальный из веток раньше он стоял на площади вокзала но оказывается уже много лет стоит в 909 квартале ну все план максимум выполнен сейчас еду на встречу выпускников все мы его нашли вот